Продолжение следует... Продолжение следует... Ирина, здравствуйте, еще раз. Ирина, здравствуйте. Я думаю, мы, наверное, еще минутку подождем, и пока еще кто-то присоединится. Да, я думаю, да. Хорошо. Ирина, мы проводим эхо-кинофестивали в лечебных учреждениях и в других учреждениях, где дети находятся. И те дети, которые с инвалидностью и без инвалидности. Вот. И та проблема, которую вы подняли в своем фильме, она как раз для них очень актуальна. И как раз вот этот вебинар, вот запись его, если вы не возражаете, мы будем использовать для того, чтобы обсуждать с ними эту проблему, показывать фильмы. И, может быть, какие-то мы будем выбирать цитаты из вот нашей этой встречи. Так что для нас это очень важная встреча. Так что мы вам благодарны. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ну, в принципе, давайте пока начнем. Если кто-то присоединится, ну, значит, присоединится. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня встреча с Ириной Миролюбовой, режиссером фильма «Параллельный мир». Вот. И, собственно, как бы первый вопрос, как родилась идея сделать такой фильм? С чего? Я знаю, что вы мама от троих детей. Возможно, это было вот именно что-то такое из биографии. Вот. Поэтому прошу, рассказывайте. Да, конечно. Конечно, правной точкой стали дети. Вообще, на самом деле, я как мама, у меня дети уже не маленькие, они все школьники, подручные школьники разного возраста. От младшей школы до старшей. И мы вот и в детстве, и сейчас смотрели, когда кино. В принципе, есть хорошие западные картины или сериалы, а как-то из нашего все время мы, вот, чтобы посмотреть фильм хороший, приходилось обращаться куда-то к истории. Там Оля Ело, детство электроника. И мне как-то, как режиссеру начинающему, не давало покоя, вот, слава сделать хороший какой-то детский фильм, чтобы вот ребенок сел, и фильм наш про русского мальчика, который у нас тут вот живет, которого во дворе можно встретить, которого можно в своем однокласснике узнать. Вот сделать такой вот фильм. И, конечно, немножечко списаны персонажи, в частности, со старшего моего ребенка. Вот это увлечение играми. Когда я там хожу, он типа делает уроки, а на самом деле я выхожу из комнаты, он опять играет. И я думала, что многим мамам и вообще родителям, да и детям эта история известна. И он почему-то думал, что я ничего не вижу, ничего не замечаю. Конечно, все вижу, все замечаю. И вот эта вот история про параллельный мир, она у меня как-то сразу возникла. Мы все время, кстати сказать, мы вместе с детьми думали этот сценарий, и мы все время прощупывали, где же найти эту параллельную реальность, как бы сделать так, чтобы это было интересно. Помогла, как ни странно, моя дочка, которая пришла ко мне, и тогда была, она уже была постарше, ей было лет 12, она сказала, мам, у меня есть случай. Я говорю, ну-ка, ну-ка. Он говорит, мне было 9 лет. Ромин, персонажу нашему, 9 лет. Он говорит, и мы в ТикТоке увидели, значит, ролик, как попасть в параллельный мир. И там надо было, ну помните, как в нашем детстве, там в черном-черном городе, на черной-черной улице. В общем, надо было пойти куда-то там, значит, в какие-то волшебные, там какую-то, сказать, комбинацию. И самое главное, там был лифт. Надо было сесть в лифт, кататься в этом лифте. Значит, надо было приезжать на пятый этаж. И там, значит, в этом лифте, на пятом этаже, заходить должна была женщина в красном шарфе. И если за ней пойти, то она тебя приведет в параллельный мир. И они поверили в эту историю. Они с подружкой, им было по 9. Ну, такой возраст, на самом деле, когда все кажется возможным, правда? Любая сказка. Они нарядились, накрасились в 9 лет, пошли в лифт. И полдя там катали. Ну, конечно, никуда они не уехали, но поэтому я везде пишу, что фильм основан на реальных событиях. Потому что это действительно имело место быть. Слава богу, подружка тоже из нашего дома. Все это происходило у нас в доме. То есть, в принципе, соседи все их видели. И они не пошли куда-то там в чужой дом кататься. Я бы умерла от ужаса. Но, тем не менее, такая история имела место быть. И, в общем, она была взята... Мне очень понравился этот сюжет. Мы его взяли за основу. Ну, и вот разработали вот такое вот... Получилось сердце фильма, когда, помните, он ездит в лифте. И вот эти вот смешные ситуации, когда они там всем мешают, на самом деле. Все люди едут в лифте по своим делам, а они просто там занимают место. И что из этого вышло? Ну, у меня в фильме все получается. В реальности не получилось. Может быть, и получилось бы, мы же не знаем. Там это все время... И в фильме все время такой вопрос подвисает. А они вообще вышли из параллельного мира? Может, они там до сих пор? Вот, поэтому такая... Что такое параллельный мир для Ромы? Для Ромы параллельный мир – это мир его исполненных желаний. Такая тоже не новая тема. Помните, там, нехочуху из нашего детства. Но что из этого на самом деле может получиться? И вот моя, наверное, суть этой истории была, конечно, вложить на интересный для ребенка сюжет, узнаваемый, и который мог бы его заинтересовать. Конечно, тему про ценность. Потому что, ну, мама заставляет делать уроки. Она же заставляет тебя делать уроки, потому что она плохая, потому что она о тебе заботится. И в параллельном мире это уходит. То есть уходит вот эта забота. Все начинают только ему угождать. И если ты хочешь пирожное, ешь пирожное. Но кроме пирожного ты уже больше ничего не получишь. Мам, ты еще мне что-нибудь приготовишь? Нет, ты же сладкое любишь. Ешь, давай сладкое. И вот такой получается перевертыш, когда у тебя только твои исполненные желания, и мама становится плоской. Потом пытается ее обнять, или он пытается поиграть с папой, который дает ему игрушки. И папа такой, нет, нет, ты играй. Ты хотел, вот ты играй. И все становится уже не таким веселым, не таким интересным. И хочется вернуться назад. Потому что, на самом деле, ценности, конечно, в том, что у тебя семья, в том, что ты там, ну да, там, и дразнит тебя сестра, но зато она там ходит на танцы, и вы с ней весело проводите время, и вы вместе там можете и похулиганить, и посмеяться. А никогда она все время мое отпалость за тебя. Это тоже, оказывается, не очень-то и весело. В конечном итоге. Поэтому, конечно, была история показать ценность семьи, ценность того, что вот он же, у него же, по сути, у этого мальчика, у него же все хорошо. Что он хочет параллельно? У него все нормально. Он просто, ну, так вот ленится. Ему все кажется, что, знаете, эта серия лучше там, где нас нет. Но, наверное, все-таки это не так. Еще у меня вот вопрос к вам, как режиссера, к режиссеру. Я знаю, что очень сложно работать с детьми на площадке. Их приходится прям иногда дожимать. Вот не люблю я это, конечно, слово, но это правда так, с ними очень сложно справляться. Вот как у вас там получилось. Потому что на самом деле для меня, как бы, меня удивило. Они неплохо играли, правда. Вы знаете, может быть, тут мой материнский опыт еще и педагогический сыграл роль. Но все говорят, что сложно. Я не скажу, что легко, конечно, сложно. Безусловно, безусловно, сложно. Но мне безумно понравилось работать с детьми. Безумно. Потому что мы, конечно, роли прорабатывали. То есть это не то, что ты его ставишь кадр, вот тебе текст, давай играй. Нет, не было такого. Мы прорабатывали все роли, мы садились и с Ромой, и с Никитой, который Петя. Мы садились, и мы проговаривали ситуацию. То есть я прямо погружала актера в ситуацию, что вот у тебя, тебе надо ударить своего лучшего друга, что ты чувствуешь. И он мне проговаривал. То есть мы с ним разрабатывали эту ситуацию. После того, как он ее проговаривал, говорил ему, вот теперь ты можешь показать это на камеру. Да, я постараюсь. Самое интересное было, это, конечно, массовые сцены с детьми, когда говорите про работу с детьми, это в классе. Потому что у нас там в классе сидело порядка 30 детей одновременно. Это, конечно, очень интересный опыт. Когда вот между кадрами, между съемками, это было, конечно, вот дети на перемене. То есть шум, гвал, как тараканы все разбегаются, никого не собрать. Мы там пока свет выставляем, пока там технические какие-то вопросы, мы решаем пока хлопушка, пока мы готовимся. Все, у меня актеров нет на площадке. Гвал стоит, шум, все куда-то разбегаются. Но тем не менее, ты собираешь их, ты их сажаешь. Я такую еще использовала маленькую, я не знаю, может быть, это не мое новшество, но у меня это сработало, по крайней мере. Если ты каждому, даже актеру массовки, ты даешь маленькое задание, личное, они так хорошо играют, особенно дети, они так ответственно относятся к своей задаче. Например, когда мы снимали класс, я говорю, вот сейчас, ну там это минимально, это вообще, может быть, этого не видно, но за счет того, какая была работа, получилось в итоге, хороший результат такой получился. Мы снимаем контрольную. Я говорю, вот мы сейчас контрольная. Вот, и дальше я прямо шла по рядам и говорила, так, вышел шелкалитист, ты у него списываешь, ты не даешь ему списывать. И они все в свой образ погружались, и вот тот кадр, когда мы снимали, у меня оператор прям шел по рядам с живой камерой и снимал, чтобы потом можно было использовать эти кадры. Они все играли, и как только вот камера-мотор, слышно, как муха пролетит, настолько они были погружены в процесс, настолько они хотели поучаствовать в этой картине. Поэтому мне с детьми очень понравилось работать. Я очень надеюсь, что и дальше я буду как бы в детском кино работать и развиваться в этом направлении, потому что очень благодатная история. Ну, у нас, правда, и кастинг был жестковатый. Честно, актеров мы искали долго. То есть, честно, мы, несмотря на то, что у нас профессиональных актеров, очень мало. Рома, Рома мы нашли на детской площадке, он не профессиональный актер. Главный персонаж, он не профессиональный актер. Мы его на детской площадке увидели. У меня просто была задача найти героя типа Маккалей Калкин из «Один дома». Вот мне хотелось такого мальчика. Такого немножко хулиганистого, но при этом обаятельного. И вот мы его увидели, и оказалось, что он очень восприимчивый. За счет того, что у него не было актерского бэкграунда, даже проще. Ну вот первые, наверное, первые пару смен было еще трудновато. А потом он втянулся, и он так хорошо отыгрывал. Даже мы потом переснимали, честно, некоторые куски, где там недостаточно было эмоций. Но под конец вот самые сложные. Если помните, я даже, у меня даже в тизере есть эта вещь, когда вот он заходит, мама, вот когда он не ожидает, что он там увидит, он заходит за женщиной в красном шаре, попадает к себе домой. Это такой самый, наверное, интересный такой момент, когда ты вдруг раз, и у тебя все обнуляется в правильном мире оказываешься. И вот эта вот мама, мама у нас очень долго не получалась. Но под конец он так просто в процессе съемок научился, что он сделал это просто вот практически с первого дубля. Мы потом пересняли, я говорю, слушай, давай там, один кадрик, мы доделаем как надо. Ну, видимо, может быть, потому что я еще такой режиссер, немножко дотошный. Но мне просто очень нравится. Мне, я не знаю, кто-то говорит, что для них с детьми работать очень трудно. Я многих режиссеров слышу, что это ад, с ним возиться, там, объяснять. Для меня это удовольствие. Может быть, просто мое. Сесть, проговорить роль. Вот. И у нас такая очень домашняя царила атмосфера на площадке. Несмотря на то, что тяжелый труд, особенно вот, если помните, где они там по лестницам бегают, у меня там совсем-совсем маленькие девочки. Вот там они, конечно, устали. Когда мы уже домой пойдем? Я говорю, конечно, сейчас. Сейчас. Ну, весело же весело. Ну да. Все, бежим. Значит, раз весело. Бегаем. Поэтому трудно, да, но такой праздник и так весело. И у нас Рому обожала вся съемочная группа. Он у нас прям вот был любимчик. У нас был на площадке, посмотрите, он вбежал, он бежал, когда как раз по лестнице мы бегали, он вбежал в стену. Не вовремя повернулся. О, боже мой, у нас там вся группа, все, кто бежит там, кто там бежит с этим, с пачкой брокколи или приложить, значит, лед, кто там его там качает, кто ему сказку рассказывает. В общем, у нас вот так вот с актерами. Ну, я, конечно, как там главный человек на площадке, как режиссер, я говорю, что у нас товарищи, дети главные, дети устают быстро, поэтому опозданий нет, дисциплина просто вот, чтобы зашкаливала. Детей снимаем быстро, пока они не устали. И все так и относились, я думаю, поэтому. Поэтому вот такой результат получился. Еще был такой, знаете, смешной момент к детям, к их актерской игре, потому что, в принципе, получается, в кадре, у меня старший сын, он мне сказал, мама, говорит, наверняка, ну, там, после каких-то детских фильмов, которые мы видели, ну, плохо будут играть дети, плохо будут. Я боюсь смотреть даже, говорит, до большого экрана, боюсь смотреть, боюсь разочароваться. И у меня работу, работу отобрали как раз в числе наших дипломов на показ в Доме кино на большом экране, как показ мастерской Юрии Викторовича Кары. Вот была одна из работ. И у меня мой старший ребенок, он сказал, я долго кинотеатра смотреть не буду. Ну, потому что в кинотеатре ладно, а вот до этого, я боюсь разочароваться, потому что наверняка плохо играют дети. Он мне сказал, наверняка плохо играют дети, не дожимают. И когда мы вышли, мама не так хорошо сыграли всех. Я верила вообще всему, что они делали в кадре. И действительно, я тоже, я сама Инна очень довольна. Все хвалят актерскую игру, и Ромочка у нас на ваших коллег, на волшебной лампе, на фестивале, взял статуэтку за актерский дебют. Даже. Максим. Была отмечена его работа. Я тоже считаю, что он огромный молодец. Огромные родители, огромные молодцы, которые доверились. Вот так вот без опыта. Рома вообще не про актерство. Он вообще футболист. Его такой был. Папа хочет, чтобы Рома занимался футболом. И то, что они его нам выдали, вот так вот. Мы долго снимали. У нас там почти два месяца шли съемки. И он участвовал. И там одна смена вообще была драконовская. Ну, правда, мы дома снимали, квартиру снимали, 12 часов мы снимали. Но они молодцы, что они осмелились. Я вот к тому, что, наверное, может чутье у мамы сработало, не знаю, у Ромины, что вот такая вот история. Вот. Вопрос такой. Я так понимаю, что родители прям... Ну, как бы ладно. Типа у меня ребенок будет актером. Я согласна. Так это было? Вы знаете, очень по-разному. У нас детей же очень много снималось. Вот у меня, вы считаете, там два основных персонажа. Вот Рома и Петя. Рома, причем в жизни его тоже зовут Рома. Актеры тоже зовут Рома. Так совпало. Случайно. Я вообще не знаю. У нас сценарий был Рома с самого начала. Я не знаю. Ну, просто вот, видимо, в какой-то момент, когда начинаешь кино снимать, вот когда надо, звезды сходятся в каком-то месте. Вместе. И Рома, он не актер. Но ему нравилось. Вот ему нравилась съемочная команда. Его родители просто решили, хорошо, если его выбрали вот по кастингу, они его привезли, ну, хорошо, мы используем эту возможность. Ну, сейчас у Ромы мало того, что есть фильм готов, у него еще статуэтка есть. Я говорю, вы к своим спортивным наградам, очевидно, поставите. Она говорит, ну, да, у нас там кубки, и будет вот еще за лучший актерский любимый. Вот. А что касается Никиты, там совершенно другая история. Это Петя. Никита профессиональный актер. Никита хочет строить свою карьеру. Мы, кстати, может быть, потом увидите еще Никиту в фильмах. Никита реально занимается в актерской студии, и мама там прям продюсер. Мама с ним везде. Вот у нас мама Никиты участвовала во всех съемках. Я вот даже потом пожалела. Думаю, что я ее как бы как ассистента не пригласила. Ну, я бы как-то совесть не позволила. На самом деле, наверное, надо было, потому что мама вот во всем, она вникала. И иногда, вы знаете, это даже мешало, потому что мне с Ромой было проще работать. Вот ты как режиссер даешь ему задачу, ты как режиссер ставишь. А с Петей мама прорабатывала роль дома. И Петя приходил заученный. И шпарил этот заученный текст. А иногда это не то, что там закладывалось. То есть там должна была быть другая эмоция, другие акценты. И иногда вот как раз с Петей, с профессиональным актером, Петя, который у нас из студии, приходилось работать больше и труднее, чем с Ромой, который как чистый лист. Вот. И также с массовкой. Сразу было видно, кто-то привез, ребята оставил. У нас две смены там было, где мы снимали класс. Кто-то привез и сказал, я вечером заберу. Ну, там, во сколько забрать? В семь заберите. Забирали в семь. А кто-то сидел и вот во всем абсолютно там правил, не знаю, там, воротничок на платье, там, причесывал. Ну, в общем, по-разному. Вы знаете, кто-то действительно мечтает, чтобы ребенок был профессиональным артистом, а кто-то, мне кажется, просто доверяет своему человеку, доверяет таланту. Если видит, что съемочная группа, ну, что это настоящий процесс, что вот режиссер, вот помощник, вот камера стоит, вот тут свет выставлен, то, в общем, с доверием относились. Вот актеров бегает сорок человек. Относились с доверием к съемочной группе. Коллеги, может быть, есть у кого-то вопросы? А то я опять начинаю задавать вопросы и могу кому-то не дать слова. Вот. Есть у кого-то желание задать вопросы? Вопросы? Ладно. Ксения, спасибо, что задаешь вопросы, мне они нравятся, могу сказать. На самом деле, пара вопросов есть по поводу непосредственно режиссерской работы. Очень интересно, с какого момента, ну, понятно, с какого момента она начинается, начинается она с самого начала, в данном случае вы тот человек, который не только срежиссировал, но и создал идею и изначально все это продумывал. Но, как я понимаю, работа режиссера в любом случае заканчивается даже не то, что после показа фильма, но и последующем его продвижении на кинофестивалях, общениях с последующими актерами и так далее. Верно? То есть вы, как режиссер, сопровождали фильм еще до его начала и долго после того, как он уже был завершен? Ну, да, поскольку все верно, я же, в общем-то, как режиссер начинаю, и у меня команды нет, если мы говорим там про большие продакшены, производства, там, конечно, есть люди, которые дальше занимаются продвижением и помогают, но здесь вы совершенно правильно заметили, я, помимо того, что я создатель идеи, я еще и со-сценарист, у меня был сценарист, который помогал мне писать, в моем случае канву сценария написала я, а вот дополнял, у меня, я как драматург, да, был еще сценарист, который там расписывал диалоги, наполнял сцены какими-то вот мелочами, важными и смешными, кстати, вот сценаристу спасибо, сценарий мы писали в паре, поэтому огромная, конечно, работа перед съемкой, потому что сценарий режиссерский прописывается на подготовительном этапе задолго до того, как ты начинаешь снимать, то есть, в принципе, еще задолго до того, как мы там взяли в руки камеру, я знала каждый кадр, он был расписан по мною до мелочей, и вся съемочная группа получила вот эту экспликацию очень четкую по смену, что мы будем снимать, но после того, как мы сняли, и, кстати, да, я тут с коллегой режиссером давно общалась, познакомилась уже, такой матерый режиссер, который снимает уже там 20 лет, я говорю, слушай, я так нервничаю перед съемками, вот у меня перед днем съемок так нервничаю, ты, наверное, уже нервничаешь давно, да, у тебя уже рука набита, он говорит, ты что, я каждый раз нервничаю, 20 лет человек снимает, представляете, то есть работа такая очень ответственная, когда ты отвечаешь, конечно, за все, что у тебя в кадре получится, ну и потом, это, конечно, процесс монтажа, потому что самое смешное, что когда ты, это, я так понимаю, тоже такая общая история, нет, есть, конечно, режиссеры, которые с собой бесконечно довольны, и я и таких видела, но, как правило, когда ты смотришь первый монтаж, ты думаешь, пушимы, что мы снимали, что мы сняли, и потом ты начинаешь с этим работать, ну, то есть монтажный период, это достаточно такой большой труд, ну, и получается то, что получается в конечном итоге, вот, а поскольку это был еще мой дипломный проект, у меня еще был мой художественный руководитель, Карл Юрьевич, когда я принесла свой первый вариант, показал, он сказал, ну, что ты сделал, вообще-то посмотри, я говорю, так плохо, он говорит, нет, ну, вот это выкинуть, это выкинуть, Юрий Петрович очень любит резать, он нас всегда учил, что самый худший враг режиссера, это отснятый материал, вот, мы там еще потом очень долго вырезали, но я благодарна за каждое, каждое замечание, потому что в конечном итоге, да, получилось лучше, ну, и потом, мы, мы как вот начинающие молодые режиссеры, да, конечно, надо двигать фильмы, двигать себя, дальше просто подбираешь те площадки, которые подходят тебе больше всего, и подаешься, много куда фильм не взяли, сразу скажу, ну, везде, где тематика была близка, где хоть как-то по детям что-то проходила, везде фильм прошел, и очень много где взял награды, наверное, все-таки важно попасть с продвижением в струю, потому что я говорю, что, ну, вот я подавалась там туда-сюда, он говорит, ну, правильно, тебя не взяли, потому что там не было детских фильмов, зачем им брать твой фильм, если у них вообще другая тематика, кому бы они его показывали, вот, поэтому, да, у меня, безусловно, такое получилось участие полностью, вот я до сих пор участвую, вот уже год, наверное, фестивальный прошел, вот когда я повозила фильм по фестивалям, я вывозила и в Казань, и в Перм, и там, и там мы тоже взяли награды, призы, очень приятно на фестивалях, вот, и огромной моей радостью, он в международном студенческом фестивале, Student Impact Film Festival, он тоже вышел в финал, это фестиваль, который проводит, сейчас, в немодной нынче Америке проходит, и вместе с Амазоном, и он даже висел на Амазоне, представляете, вот в переводе неделю, пока шел фестиваль, он в онлайн шел, и висел на Амазоне, мне это было, конечно, очень приятно, потому что это сразу такой выход на международную арену, а это что значит, ну, на мой взгляд, это говорит о том, что вот эта проблематика детская, с которой мы начали, она актуальна не только для наших детей, она для всего мира сейчас актуальна, вот эта вот история с параллельным миром, с играми, с семьей, с ценностями, тем не менее, вот так вот выстрелило, сработало, да, так что кое-где удалось. Понятно, спасибо. Да, вопрос про игровую зависимость, наверное, да, может быть, вот вы как-то общались с детьми и так далее, как победить-то эту игровую зависимость, как увлечь параллельными мирами и какими-нибудь другими фантазиями, играми? Знаете, вопрос очень сложный, я, в принципе, вот все время, пока дети росли, все время слышу вот в родительском сообществе, что как с этим бороться, вот он все время сидит в телефоне, конечно, это раздражает, но либо в телефоне, либо есть там компьютер, то компьютер, если есть планшет, то он сидит в планшете, ну, то есть все, я думаю, с этим столкнулись, но тут разные, знаете, можно как-то по-разному подходить к этой проблеме, чем больше, уже она не новая для меня, да, старший ребенок уже, в общем, заканчивает школу, и с этой проблемой мы там живем, очень важно, конечно, не допускать, как вы сказали, зависимости, все-таки есть какая-то грань, она где-то проходит, когда, действительно, в какой-то момент ребенок не может просто приздеваясь, находиться, у него портится настроение, ну, как зависимый человек, да, что происходит, начинает портиться настроение, хандра, плохое самочувствие, вот, я считаю, что наша задача, конечно, и как там, педагогов, и родителей, вот до этого не доводить, не допускать, но запрещать, на мой взгляд, тоже смысла нет, потому что сейчас в современных детей очень большая часть жизни как раз проходит там в онлайн, и несмотря на то, что там я протестовала и пыталась как-то запрещать, ограничивать, я думаю, что все было не зря, но, как ни странно, я увидела, знаете, вот и положительный эффект вот этой истории, потому что в какой-то момент, проходя мимо комнаты сына, я вдруг услышала, что он общается в онлайне, кем-то, очевидно, он играл в онлайн-группе на английском языке, причем довольно бегло, ну, понятно, он дело учил, английский, но практики языковой у него не было, а где он ее взял, он ее сам себе нашел, вот в этих вот источниках, сейчас он, в общем-то, неплохо разговаривает, он себя чувствует абсолютно спокойно, читая там и тексты на языке, я думаю, что, знаете, вот неожиданно как-то, как это выстрелит вот в жизнь, как это пригодится, поэтому запрещать, наверное, смысла нет, да, у них есть, знаете, чем еще говорят, чем параллельно эта реальность настолько интересна, ты приходишь в класс, там один из одноклассников, завоевать доверие, стать популярным, очень трудно, что ты для этого должен делать, вот Рома сталкивается, на самом деле, с этой историей, что для этого надо делать, он не знает, он не популярен в классе, ему не аплодируют, когда он входит в класс, а ему хочется, а в играх ты популярен, ты сам, ты создаешь собственный мир, где ты такой, каким ты хочешь быть, он же там герой, он там самурай, он там всех себя побеждает, всегда на коне, но мы сейчас думаем над сценарием полного метра, и вот мы знаете, что хотим сделать, что когда он играет, он всегда побеждает, он только начинает играть, он уже победил, ему становится скучно от этого тоже, от этого тоже становится скучно, потому что когда ты все время, ты еще даже не начал играть, хватит, вы уже выиграли, нет вот пути. нету изюминки, не хочется, а потом тебе уже скучно подходить к компьютеру, скучно брать телефон в руки, ты же все время выигрываешь, тебе неинтересно в этом участвовать. И как отвлечь? Не знаю, стоит ли прям сильно отвлекать, но можно, мне кажется, как-то вместе участвовать, и, ну, ограничивать, мне кажется, точно надо, сто процентов. Ну, тут есть специалисты, там, психологов, послушайте, есть, конечно, время ограничения, я вот за него, я рьяно выступаю, но полностью ограничивать и убирать из жизни наших детей эти девайсы, вот эти вот игры, наверное, не надо, потому что это сейчас действительно очень важный, важная часть, важный момент. Поэтому мы тоже не стремились, знаете, не стремились делать уклон, вот что игромания, это плохо. Мы, кстати, долго это обсуждали тоже на группе и с другими режиссерами, почему ты считаешь, что это плохо? Я не считаю, но мне кажется, получилось, фильм показать, что мы не считаем, что это плохо, и нужно от этого там совершенно точно уйти, но просто здесь фокус в другом, что это не заменяет всего остального, что есть мама, есть семья, есть танцы, есть друг, и это классно тоже, ничуть не хуже иногда там можно поиграть, но классно поужинать семьёй. Вот. У нас осталось не очень много времени, всего 10 минут, вот, у нас как-то так разговор идёт плавно, и... Но меня на самом деле как бы интересует ещё два вопроса, я просто опять-таки даю слово коллегам, вдруг кто-то хочет задать вопрос. Да, я небольшое задание... О, Саша, говори, да. Давайте мы первым. А, ну, у меня как бы такой комментарий. Мне кажется, что фильм, вот он такой получился... С моей точки зрения, он очень удачным, и не только из-за того, что он посвящён актуальной проблеме, но ещё из-за того, что он близкий многим людям, потому что так, как он у вас получился с открытым концом и поднимает разные, в общем-то, проблемы, с которыми сталкиваются дети вот в школе, в коллективах, ну, и вообще в своей жизни, то зрители для себя находят близкую ситуацию с родственным их переживанием, их жизни, и поэтому они для себя эту историю начинают видеть в этом фильме, и так как конец не закрыт, это даёт вот такой вот как бы старт дальнейшей вот фантазии и не ограничивает их переживаниями только вот внутри вот ограниченного этого сюжета. Вот. Спасибо, да. Была такая задача на узнаваемость сработать. Я рада, что это получилось. Спасибо большое. Вам спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня маленький вопрос. Технически, на самом деле, он возвращает к началу описание съёмок. При работе с детьми, а вы снимали последовательно по сюжету или всё-таки по как бы техническим возможностям? Потому что, ну, там, я всё время иногда вспоминаю «Нанесённый ветром», там вот главная актриса, она очень жаловалась, что они снимали в разнобой, и она не могла перестроиться из одной эмоциональной сцены в другую. Как дети с этим справляются? Нет, снимается... Ну, мы снимали по классическим канонам. Мы снимали, конечно, в разнобой. Всё было... Всё зависело от площадок и локаций. А они, если помните, у нас там очень сильный микс и бабслеи, и у нас площадки всё время меняются. Разнобой это было бы снять вообще невозможно. В смысле, последовательно было бы снять невозможно. Поэтому, конечно, мы снимали в разнобой. И да, я как режиссёр столкнулась с тем, что были сложности. Видите, вот я даже начала с того, что мы там Рома переснимали в паре мест. И ещё там пару раз нам пришлось переснимать, потому что люди не успевали вклиниться. Но самое интересное... Вот вы сказали, что технический вопрос. Самое интересное... Мы, конечно, напоролись даже не с актёрами, не с игрой актёров. Я надеюсь, что этого не видно. Но мы, конечно, напоролись ужасно с реквизитом. Потому что, когда мы клеились, у меня там... Ну, если внимательно присматривать, там есть места, где прямо совсем один кадр не клеится с другим. Просто потому, что мы снимали непоследовательно, нам реквизит приходилось выкладывать там так же, как это было. И поскольку... Ну, это студенческий фильм, у нас не было бюджета на реквизитора отдельного, который бы следил за этим. Ну, там, кто что, успел, запомнил. Ну, там, оператор, что там видел в кадре, что там... И я, как правило, была нацелена как раз на игру актёров. Поэтому я как раз пыталась их погружать в эмоциональное состояние. А вот что мы там видели, картинку в кадре. Я потом, когда мы уже клеились и монтировались, вот я столкнулась с тем, что... Да, снимать в разнобое, это интересно. Ну, так все фильмы снимаются. С этим ничего не поделаешь, потому что, ну, например, вот у нас лифт. С лифтом, конечно, мы снимали в один день, у нас арендован был в один день, а лифт, помните, он там разбит на разные истории. Но мне кажется, ребята всё равно справились, молодцы. То есть они как-то эту историю вывели, логично вывели. То же самое было, и у нас была очень интересная история с... Вот у нас Дарья Ильина снимается, это известная актриса, она с РТР, она играет маму. И она нам поставила условие, что она может, насколько мы известны, актёр, она согласилась абсолютно, это пробонно она у нас снимала, бесплатно. Но она сказала, что у меня только один день. Вот только один день. Вот все смены с мамой сняты в один день. Можете себе представить? И мы, конечно, там вообще убились. Мы снимали бедный Рома. Ну, распасло только то, что это было дома, и он просто тупо там лежал на диване. В гостиной, пока мы там переставлялись. Но потом, да, когда мы начали потом монтироваться, были сложности, потому что вот всё, всё, всё вот это надо было в один день успеть отснять. Весь разнобой наш. У нас осталось всего три с половиной минуты. Спасибо большое. Вам спасибо. У меня есть вопрос, который, я думаю, будет интересен многим. Это касается продюсирования фильма без бюджета. Вопрос, как? Вопрос, как вы уговорили съёмочную группу поработать? Это тоже очень важный вопрос. Вот. Ну и, соответственно, как бы монтаж, который, я вот у вас увидела, очень прекрасные вот эти анимационные вставки в виде комиксов, они выглядят очень дорого так и качественно. Вот как? Спасибо большое. Значит, поскольку я, конечно, выехала на том, что это студенческий фильм. То есть мы, мне помог тут мой альмаматор, мой ВГИК, который мне просто выдал официальное письмо, что это студенческое кино, которое там снимается. Вот и эта бумага мне немножечко помогла работать, сэкономить бюджет. Конечно, полностью бесплатно кино снять невозможно. Такие вещи, как оборудование, такие вещи, как свет, звук, это всегда стоит денег. Это невозможно бесплатно нигде получить. Вот, поэтому вот это была, наверное, слава богу, основная статья расходов плюс лифт мы арендовали. Ну, потому что такой лифт, у нас же лифт, обычный лифт это было бы не снять. У нас лифт стоял на стопе. Мы в итоге снимали, знаете, где? В квестленде. То есть это лифт от квеста. Его можно было остановить и держать столько, сколько надо, пока мы там снимали, а потом выйти. Ну, плюс он должен был быть такой немножко потрепанный, этот лифт. Он нам подошел. Но, что касается продюсирования фильма, ну, то, что это было студенческое кино, помогло мне собрать команду. бесплатно. Очень хорошую команду, сильно. Оператор, огромное ему спасибо, он сам как раз заканчивал высшую школу экономики по операторскому искусству. Ему тоже нужна была работа, нам просто повезло. Но это не первая работа, на которой мы работали вместе. Он до этого работал в моем студенческом фильме, и мы уже были как сработанная команда. То есть с оператором мне дико повезло. Паша Уминов, мой оператор. Вообще, оператор и режиссер вообще, наверное, на съемочной площадке два, наверное, основных человека, которые вытягивают всю картинку на себе. Вот. А остальная команда, ну, тоже повезло, что люди заинтересовались. На самом деле, не поверите, люди приходили бесплатно работать, потому что как раз была интересная тема. Интересно было работать с детьми, понравился сценарий, понравился сюжет, хотелось поучаствовать вот в этой картине. То есть не просто снять что-то, а вот в том, в чем-то таком ярком, смешном, интересном, в этом движи. И приходили, и участвовали, и, слава богу, мне удалось вот даже свою небольшую команду собрать, с которой, я надеюсь, продолжить работать дальше. Коммерческих проектов есть, когда будут и дальше, если мы будем большое кино снимать, я тоже обязательно приглашу и вытяну, потому что люди показали себя вообще с лучшей стороны. Были те, кто готов, вы видите, вот в этой индустрии люди готовы работать бесплатно, но если им нравится, если они верят, что это хорошее, но если они живы Продолжение следует...